Сегодня 85 лет со дня рождения космонавта 3 нашего земляка Андреяна Григорьевича Николаева. Торжества, посвященные этому празднику, начались с утра в селе Шоршиллы на родине космонавта, где высадился целый десант почетных гостей. Подробности у Дмитрия Ковалева. Родина Чувашского Сокола таких высоких гостей не принимала давно. Хотя юбилей своего земляка, который в один миг прославил это село, его жители всегда отмечают с размахом. Лучший друг космонавта номер 3 Алексей Леонов вспоминает, как Андреяна Николаева встречали в Шоршиллах 15 лет назад. Тогда односельчане подготовили героям особенный подарок. Я помню, когда Андреяну Григорьевичу было 70 лет, то при переезде в Волги на берегу реки был громадный плакат «Андреяну 70 лет». Вот как праздновали. Друзья Андреяна Николаева сейчас вспоминают о его небывалой воле к победе. Характер будущего героя Советского Союза закалялся в юности. Будучи студентом техникума, он каждый день ходил пешком до Малиинского посада и обратно. Мало кто мог подумать, что именно он, парень из бедной семьи, станет третьим космонавтом планеты. 52 года назад, 11 августа, корабль «Восток-3» поднялся к звездам и провел на орбите четверо суток. Эта новость в одночасье облетела весь мир. Тогда в Советском Союзе каждый космический полет называли героическим подвигом. Он первым, когда полетел в космос, летал без кафандра. Это же огромные физические нагрузки. Об этом подтверждают его друзья. Но он, рискуя своей жизнью, показал всему миру, насколько космонавты Советского Союза по тем временам были сильны, мужественны. В то время первопроходцы космоса и действительно рисковали. Каждый полет все равно, что эксперимент. В 70-м году Николаев вновь побил рекорды. Его корабль провел на орбите более 400 часов. Тогда специалисты смогли изучить, какие нагрузки испытывают космонавты после многодневных полетов. Он как один из тех людей, на которых все обращают внимание и пытаются стремиться к ним. Командир корабля, потом отряда. Его карьера быстро шла на взлет. Мечтал Чувашский Сокол полететь и на Луну. Но после смерти Королева эту программу свернули. Звездный городок развивался не только на его глазах, но и его усилиями. Именно Андриян Николаев отвечал за строительство домов для космонавтов. Много космонавтов было. Но так, как он, и как Валентин Владимирович, и Алексей Архипович Леонов, никто людям не помогал. Ни одно письмо не обошлось так, чтобы он его не подписал и чтобы он где-то не согласовал. По стопам космонавта номер три сейчас хочет пойти и его внук. Андрей буквально вырос на рассказах о своем деде. На его родине он тоже почетный гость. А покорители космоса уже называют мальчика своим коллегой. Мне больше хочется стать летчиком, чем космонавтом. И я мечтаю сделать мертвую петлю на самолете. Старшего моего сына попутчик хорошо знал и воспитывал, и помогал мне. Я даже была очень удивлена, насколько он хорошо и легко справлялся с маленьким Алексеем. А маленький, к сожалению, когда ему было две недели, папы не стало. Но папа его видел. Он приходил в роддом, увидел малыша, посмотрел и сказал, что ну да, похож наша порода. Портреты покорителей космоса с этого дня украшают территорию музея на родине Чувашского Сокола. В честь его юбилея здесь установили новую стелу. А вот так космонавта встречали в Чебоксарской школе, которая носит имя Николаева. Юные космонавты устроили героям теплый прием. Ученики начальных классов исполняли задорные танцы и песни о космосе. Увидеть своих кумиров для них высшая награда. Гости попросили ребят не лениться и двигаться вперед к своей мечте. Возможно, кто-то из них и станет космонавтом. За несколько часов до отлета в Москву герои возложили цветы к памятнику своего товарища и учителя. Медель Ковалев, Николай Яковлев и Евгений Анисимов. Республика.